Операцию кесарево сечения называют царскими родами. Так родился сам Цезарь. До 16 века все операции кесарево сечения заканчивались гибелью матери. Теперь же медицина позволяет не просто спасти жизнь матери и ребенку, но и сохранить репродуктивную функцию роженицы. Причем медицина шагнула настолько вперед, что выживает даже в случаях самого высокого риска. За жизнь малышки и ее матери, которая по религиозным соображениям не решилась показаться перед камерой, больше двух часов боролась бригада из десяти медиков. К слову, обычная кесарева длится меньше часа. Но у женщины была одна из сложнейших патологий – врастание плаценты. Это патология, при которой плацента прорастает в стенку матки. И отделить ее не представляется возможным. И опасно это очень массивным, угрожающим жизни женщины кровотечением. В ходе операции женщине потребовалось переливание крови. Но уже на следующие сутки мама смогла встать с кровати. Врачи подчеркивают, в отделении патологии нет простых историй. На такой случай один из 500. Сейчас малышка и женщина, для которой это уже пятая кесарева, ждут возвращения домой. Ситуация может развиться по такому сценарию. Сама женщина родить не может. И в случае родов вне лечебного учреждения она может погибнуть. И когда в ходе родоразрешения мама остается жива, живой ребенок, и они сейчас общаются в одной палате мать и дитя, и когда дома еще четверо детишек ждут маму, ну разве это не уникальность? Кстати, сейчас частота кесарева сечения растет. Причин тому множество. Хронические болезни матери или патологии плода. Правда, у нас в стране, в отличие, скажем, от европейских, рожать путем кесарева сечения по одному лишь желанию женщины запрещается. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует...